Граненый стакан вместо айфона. Оскольчанка в погоне за дешевизной напоролась на мошенников, которые в интернете предлагают дорогие товары по низким ценам. Всего же на прошлой неделе аферисты через мировую паутину обманули шестерых староскольцев. Вот такой сюрприз ждал 37-летнюю оскольчанку, которая решила купить своему сыну айфон 6. В интернете нашла предложение о супер-акции. Смартфон всего за 7800 рублей. Заказ пришел почтой. В отделении женщина расплатилась и только после обнаружила, что в посылке вместо дорогого телефона обычный граненый стакан. А это бандероль, которую получил старосколец, заказавший в интернете два смартфона Samsung Galaxy S6 за 11 тысяч рублей. Заранее деньги не переводил. Пришел на почту, получил посылку, по весу почувствовал, что там что-то лежит. Передал сотруднику почты 11 тысяч рублей. В итоге, когда развернул посылку, нашел там две коробки с бижутериями. Это дешевые, такие кольца были. Мошенники часто обманывают через сайт Авито. Предлагают товары по бросовым ценам, требуют задаток на карту, а после перестают выходить на связь. Трое староскольцев за неделю таким образом лишили своих кровных. Больше всех пострадал мужчина, который решил купить автомобиль. Увидел то, что цена, в принципе, приемлема, за него недорогая. Созвонился с продавцом, продавец сказал, что деньги нужны немедленно. И в итоге наш старосколец перевел 200 тысяч рублей, и машину так и не получил. Было установлено, что денежные средства ушли в Ростовскую область. Ещё один оскольчанин попался на крючок афериста в поисках работы. Сообщение в интернете гласило, якобы одной государственной организации требуется водитель. Обещали зарплату в 40 тысяч рублей. Только за трудоустройство нужно заплатить. В итоге мужчина перевел на указанные сотовые номера 42 тысячи рублей, после чего псевдоработодатель перестал отвечать на звонки. По всем фактам возбуждены уголовные дела.